привет мои дорогие привет мои хорошие любимые девочки тут у нас будет даже не сколько болталка сколько очень важная вещь и я ее выкладываю эту очень важную вещь в открытом доступе это будет касаться тех девочек и мальчиков которые участвуют в нашей группе защита которые очищались участвовали в группе очищения и сейчас участвуют в группе защита кто не участвовал в очищении вы в принципе тоже можете много чего подчеркнуть в защите да то есть вы например проводите чистки самостоятельно сами себя и можете на у меня в онлайне девочки смотреть и после этого мы с вами делаем защиты и это видео мои дорогие касая касается чистого четверга именно четверговой соли которая нам будет нужно в группе защиты у нас будет девочки ритуалы даны со словами именно мои касательно защиты от подкладов там будут даны заговоры специальные мои девочки заговоры и это именно то что я применяю своей как говорится магии поэтому это как говорится не для всех и это не для открытого доступа в ю тубе я на ю тубе как вы заметили вообще никаких заговоров практически не дает на то только как говорится посвященным потому что так надо девочки не могу всем дать но что дальше я вам хотела сказать интересную такую вещь тут просто знаете я вот просто думаю как бы так сказать да чтобы она сильно не не давала по мозгам в общем девочки на ночную по порядку да вот перед вами стоит у меня тут соль банка с солью я поставила и сейчас делаю это видео для того чтобы вы подготовились к четвергу как говорится все успели мы с вами делали в открытом доступе на ю тубе такую чистку на полнолуние на 8 апреля у нас была чистка по справедливости дело в том что вы видели это все будет в описании кто не видел в описании к этому видео есть вы найдете ссылку на то видео как я заряжала свечу на кладбище потом вы найдете видео саму чистку потом вы найдете видео там где что я нашла после этой чистки кому я обращалась что я делала и это все очень важно кто знает там был у нас как говорится петр все тот же петр могила была без креста дело но это я сейчас говорю для тех кто не знает мы там заряжали свечку для того чтобы почиститься именно для полнолуния так вот в этот четверг чистый четверг который будет у нас 16 девочки апреля в 2020 году это я сейчас говорю так на будущее как говорится да в четверг страстной седмицы не важно какому вы эгрегору относитесь христианскому мусульманскому иудейскому буддийскому какому угодно у нас с вами здесь здесь свой эгрегор и чистку вы проходили по черной магии девочки да поэтому мы должны это все с вами закрепить потому что она работает и к этому надо отнестись но не более-менее но серьезно девочки что делает церковь это кто не знает да что делает православная христианская церковь в четверг этот в чистый четверг она вспоминает евангельское событие одно тайную вечерю на которой иисус христос установил таинство святого причащения у нас была группа очищения сейчас группа защит мы с вами чистимся в интернете постоянно и да и теперь вот это вот четверговая соль это очень важно то что вы будете должны здесь делать это кстати была последняя до пасхальная вечеря на которую на которой был иисус христос в своей земной жизни дальше девочки там был петр есть такой святой святой петр да и он и именно на той тайной вечере иисус сказал предсказал кстати предсказание девочки предсказал петру что петр его предаст да и петр как да я не не верю это этого не будет ты что господи как же я тебе предан да и ему сказал ли что он предаст ночью до до пения петухов да а почему святой петр предал да он предал в малодушии своем но потом почему он стал святым потому что он прошел путь мученика но это так в двух словах как говорится да девочки все остальное не так уж важно мы будем говорить с вами именно четверговой соли дело в том что в нашей тучистке на полнолуние была могила петра и она была без креста как вы могли заметить да петр переводится с древнего языка как камень петр это камень да но дело в том что сам иисус он его переназывал да то есть назвал его назвал его симон симон тоже в переводе с древнего это слушающий или слышащий да то есть у петра тоже как говорится было два имени это тоже немаловажный факт я думаю что у вас это все равно все сойдется в голове чтобы так вот просто очень сильно не объяснять да и петр должен был ему предсказали что он троекратно предаст да троекратно отречется от христа и об этом говорят многие это там сколько там четыре евангелиста да которые это все описывали дальше девочки подвожу это все мягко подвожу вас к тому что надо сделать просто сделайте и все потом она очень сильно вам вообще в жизни пригодится я сначала говорю для всех кто участвует в группе защиты девочки для защиты там будут не нужны некоторые вещи но я специально знаете вот эту магическую атрибутику чтобы вообще голову не заборачивать и не задуривать голову вот эти вот этим тем что тяжело найти и сразу нелегко найти поэтому ритуалы они идут с такими вещами которые вы можете знаете быстро добыть да то есть та же соль те же свечи к примеру так вот касательно четверговой соли у нас как раз таки вы заметите да что группа защита как раз таки организована об этом вы знаете да и начнется именно сама группа защиты когда мы будем делать ритуалы на защиту с вальпургевой ночи кто не знает как говорится посмотрите погуглите что это такое потому что сейчас реально об этом долго рассказывать и нам нужно нужно приготовить с вами кто участвует в группе защиты кто смотрел ритуал чистки на полнолуние на петра да и вообще девочки всем кто хочет например избавиться от подкладов кто хочет много чего в своей жизни хорошего как говорится сделать защититься тоже собирайте и готовите вот эту четверговую соль на чистый четверг 16 апреля девочки на этой неделе я сейчас это видео снимаю 13 апреля да но выложу его получается ночью вы увидите это может кто у ночью кто утром девочки да идем за солью или у вас дома это соль есть много соли не надо кому можно пачку да можно пол пачки можно еще меньше соли использовать кому-то как говорится в микроскопических ложечками в количествах нужна эта соль но она нужна девочки я еще расскажу вам о подкладах как с помощью четверговой соли уходить и и нейтрализовать в подклады которые нам подкладывают да а подкладывают девочки практически всем вот серьезно вам говорю вот эти от этих подкладов прям реально не избавиться и хоть раз в жизни но кто-то из вас все равно находил подклад да но не было такого чтобы вы не видели какие-то странные вещи которые вам подбрасывают так я расскажу это в на втором девочки канале потому что у меня тут не был этот канал не для болталок болталки у меня на втором канале тоже ссылку увидите в описании да в общем готовим четверговую соль как мы ее готовим простым способом в интернете кстати есть христианские именно такие способы приготовления четверговой соли но с хлебом я не мешаю никаких вас и никакую капусту не хлеб ничего не использую я использую только соль и именно в чистый четверг можно ночью со среды на четверг до после 12 но кто как успеет можно с утра девочки кому как нравится кто как говорится темный черный все остальное он жарит соль ночью кто у нас светлый и как говорится белый и пушистый тот жарит соль утром или днем девочки в днем до от рассвета до заката в общем как вам душа тут подскажет жарить эту соль берете сковородку берете каменную соль желательно крупную девочки да если таковой нету можете взять ту соль которая у вас есть дома берете насыпаете на сковородку и жарите мои дорогие то есть прокаливаете над огнем на сковороде в течение получаса где-нибудь да не давая ей остыть эту соль надо высыпать в какую-нибудь стеклянную посуду с крышкой вот как вы у меня здесь видите да и соль она будет такого вот уже испорченного цвета она не будет белой она будет такой черноватой коричневатой но такое вот уже покоцанной но желательно чтобы сковородка у вас была там без какого-нибудь масла чтобы не не дымила вот если масло плохо сосках скоблили на такой сковородке лучше не жарить надо сначала сковородку помыть потом подождать чтобы высохла вода да а потом только уже сыпать соль девочки и полчаса мы такие эту соль жарим просто жарим никаких знаков на ней не рисуем ничего не надо приговаривать да просто жарим соль полчаса готовим четверговую соль самое главное здесь не то что мы там на ней рисуем или приговариваем самое главное то время когда мы ее Мы её готовим либо со среды на четверг ночью, кто больше к тёмным относится, кто сова, кому хорошо ночью, тот готовит её ночью. Кому хорошо с утра до вечера днём делать в четверг, готовим её, девочки, в четверг, эту четверговую соль. В любом количестве, которое вам, в принципе, нужно. Дно, например, услать с четверговой солью. В эту четверговую соль можно ещё в банку положить, например, золотое колечко сверху, и чтобы оно вот где-нибудь у вас в тёмном месте и стояло. Два. Для чего нужна четверговая соль? Для защиты себя, девочки, в первую очередь. Вы можете даже в интернете очень много чего найти, как раньше в стародавние времена использовали соль четверговую, как её делали, прочитать очень много чего такого интересного. У меня в задании, как говорится, было рассказать вам про Петра, про связь, то и нашей чистки. Девочки, если кто не видел чистку, посмотрите обязательно. Сделайте эту четверговую соль. Никогда не помешает в хозяйстве, как говорится, такая очень важная магическая вещь. Тем более, знаете, особой силой обладает именно вот как раз таки из-за того, что мы с вами, как говорится, русскоязычные, да, и основной, самый большой эгрегор у нас православный. Поэтому, девочки, вот сейчас вам это предлагаю сделать. Нисколько даже на католическое, нисколько там ещё, как-то в другие дни, да. Но если иногда очень надо, жарим соль, как говорится, в любой четверг, да, то есть в любой четверг можно жарить, в принципе, соль. Когда я её, девочки, жарю? Я её жарю ночью, со среды на четверг. Но можно жарить ночью, можно жарить от восхода до заката. Обратите внимание, вот когда вам лучше живётся, днём или ночью. Вот такие вот дела, мои дорогие. И ещё, что я вам хотела сказать, котики мои. Так, хотела сказать, может, у вас будут какие-то вопросы про группу, девочки. У нас группа защита есть. Я про неё ещё больше сниму видео, да, расскажу опять про неё. Но тут же в описании к этому видео вы можете увидеть телефон администратора Ирины. Вы можете в WhatsApp или в Telegram написать на тот номер, на который указан, да, и она вам сбросит что да как, да. Там четыре пакета, новичок, стандарт, VIP и премиум. VIP и премиум, почему они так называются? Потому что там больше ритуалов, которые вы можете использовать для защиты. И там идут ещё особые вещи, которые высылаются по почте, девочки, мной и Донной. Но тут, как говорится, практически всё моё-то и будет, мои дорогие. Так что, если кто хочет поучаствовать, у нас до Вальпургевой ночи идёт набор. И потом с Вальпургевой ночи мы начинаем с вами проводить, собственно, защиты, да. Так что, вот такие вот дела. Кто не участвует в группе, девочки, посмотрите, пожалуйста, ритуал на полнолуние, который я делала. Тоже вот ссылка будет в описании. Не люблю так говорить, да, ссылка в описании, как все на Ютубе говорят, да. Но приходится, потому что куда деться, да. Где? Всё в описании. Или в комментарии сбрасываешь, или в описании. Так что, девочки, всё в описании. Разверните там треугольничек такой с правой стороны. И вы можете вот раскрыть описание и там всё посмотреть, мои дорогие. Так что, готовьте четверговую соль, девочки. И мы с вами потом поговорим, для чего её можно использовать. Тогда вы ещё и сами можете найти, почитать интересного всего такого. Но я, моя задача сейчас была вам напомнить, что сейчас как раз такие её и можно делать, мои дорогие. Вот такие вот дела. Я вот всё думаю, что я ещё забыла вам сейчас здесь сказать. Про Петра сказала. И вот весь сок, как говорится, да, всей вот этой вот вещи у нас будет. Кто смотрел чистку с Петром связанной, да, подействует. Вот эти вот подклады будем лечить этой четверговой солью. Знаете, всё взаимосвязано друг с другом, да, это такое. Тот, кто участвует в группе защиты, девочки, очень тоже. Это вам и надо. Оно пригодится вам именно после Валюбургиевой ночи. Оно пригодится вам именно, когда вы будете делать защиту. Так что готовьте вот эту вот четверговую соль, мои дорогие. Можно, если кто не успеет, девочки, да, подойдёт другая соль в любой четверг сделанная. Да, но лучше всего, когда мы подключимся с вами к мощному эгрегору христианскому и сделаем всё, как говорится, по Тайной Вечере. Тем более, когда кто смотрел чистку на полнолуние, на Петра, у нас ещё впереди будет с вами вызов мёртвого, да, и будем смотреть, как эта чистка сработала. Но это будет попозже, сейчас не то время, сейчас, как говорится, его трогать нельзя, мои дорогие. Всё, котики, разверните описание, посмотрите, почитайте, полистайте. Завтра, если у кого нету соли, девочки, я не советую, конечно, с дома выходить особо, бежать за солью всё-таки в магазин. Я думаю, у каждого есть дома соль. Так что, девочки, есть каменная – хорошо. Нету каменной, можете обычной соли использовать та, которая у вас есть. В принципе, принципиальной разницы нет. Просто большая она такими камушками больше, да. А соль, которая такая, знаете, мелкого-мелкого помола, да, она тоже удобная и, знаете, такая порошкообразная. Мне тоже нравится. То есть у меня принципиальной разницы нет. Вот, мои дорогие, всё, котики, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok